Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые участники сессии. Я, если позволите, хотел бы остановиться на ролике. Если вы видели, это ролик 2021 года, это начало, это январский рейс, который был круговой в один из китайских портов. И это называлось экспериментальным рейсом. И все, кто принимал участие в этом рейсе, были направлены документы на представление их госнаградам, потому что это были и риски, это была и ответственность. И сейчас, уже в 2023 году, вроде бы совершенно небольшой период времени прошел, мы уже говорим о том, что компания «Новотек» совместно с «Росатомом» готовится действительно к историческому событию. В начале уже следующего года будут совершены первые регулярные рейсы в восточном направлении. Очень много неизвестных, очень много еще, безусловно, трудных задач предстоит решить, в том числе и повышение качества, ледовые разведки и так далее. Но это уже осознанное решение, которое как раз основано на экспериментальных рейсах. Что изменилось за год? Если позволите, я бы хотел, прошу прощения, проскочил, остановиться на главных изменениях, учитывая, что Северный морской путь взрослеет. И если говорить об этапах Северного морского пути, то у него сейчас этап, который самый понятный и в то же время самый сложный, это освоение Северного морского пути, когда арктические проекты являются, по сути, двигателями и прокладывают эту дорогу, и развивается инфраструктура, и формируется грузовая база. Безусловно, следующий этап это будет, когда Северный морской путь уже превратится в часть международной логистики. Что произошло за год? Появился фактически новый институт, это глав Семурпуть, которого не было раньше. В соответствии с поручениями президента, с решением правительства, появилась централизация, единое окно по управлению всем судоходством на Севером морском пути. Были внесены изменения соответствующие законы, и самое главное, что появилось то, чего не было раньше. Если раньше, фактически выдавая разрешение на рейс, на этом действия регулятора заканчивались. То есть судно получило разрешение на рейс, и в течение года оно, соответственно, может воспользоваться. Сейчас появились новые возможности, как фактически на дороге, где у нас ходит автотранспорт, где в случае возникновения риска для безопасности можно перекрыть дорогу и так далее. Поэтому сейчас есть возможность, как прекратить действие разрешения, внести изменения. И это очень важная задача, которая решается в пограничные месяцы. Это июль, когда мы переходим на навигацию уже открытой воде, и, соответственно, октябрь-ноябрь, когда мы уже переходим снова к ледовому покрову. Как раз вот эти месяца самые высокорискованные. Соответственно, как мы провели уже и 2022, и 2023 год, мы говорили с точки зрения итогов, но на что я бы хотел обратить внимание. Важнейший вопрос на Севером морском пути – это безопасность. И теперь, когда мы говорим о том, что появился новый институт, где продолжается централизация этих полномочий, вот прошу обратить внимание, в 2021-2022 году у нас был отказ или перенос представления ледокольной проводки как раз вот в эти пограничные месяцы. Их было порядка 30. Вот на сегодняшний день мы смогли обеспечить и взаимодействие со всеми грузоотправителями, и улучшить прогнозирование ледовых условий. Вы видите, что за навигацию 2022-2023 года показатели по таким проводкам, они уже фактически свелись к нулю. То есть практически каждый рейс спланирован, подготовлен, обеспечен всем необходимым ледокольным сопровождением. С точки зрения количества действующих разрешений, я предположу, что они близки по сравнению с 2022 годом. По количеству рейсов вы можете видеть, что 2023 год и 2022 год они близки, то есть разница всего лишь в два рейса, и превышает количество в соответствии с 2021 году. По количеству перевезенного груза на 14 июня по состоянию, ну, значение практически очень близки, разница, можно сказать, в несколько рейсов, но превышает 2021 год. Поэтому можно говорить о том, что вот если брать последние три года, мы идем сейчас в устойчивой динамике. Она на сегодняшний день говорит о том, что все проекты продолжают реализацию своих планов, и развитие грузопотока в Арктике идет скачкообразно. То есть, иными словами, когда появляется новый проект, тут же идет резкий рост, к которому, соответственно, нужно адаптировать всю инфраструктуру. Дальше снова идет более-менее плавное движение, и после этого снова рост. Поэтому самый, конечно, сложный рост будет в 2024 году. В первую очередь, компания «Новатек» запускает проект «Арктик СПГ-2». Я надеюсь, коллеги расскажут об этом подробнее. Проект «Роснефть» «Восток Оил» и угольный проект «Северная звезда». Конечно, важнейший вопрос, который ставит нам сейчас уже развитие инфраструктуры, это обеспеченность кадрами. 7500 человек – это потребность в составе. Это очень серьезный для нас вызов. У нас только 431 человек – это критически важный ядерный персонал на новых ледоколах и на ледокольном флоте. Прогноз грузопотока на сегодняшний день уже скориентирован со всеми влияниями и, скажем так, санкционными режимами, которые введены. Ни один арктический проект не остановил на сегодняшний день свое развитие, и каждый из них на сегодняшний день находится уже по-прежнему в планном режиме, как по развитию своих проектов строительства грузового флота и строительства ледоколов. Хотел бы остановиться на ледоколном лечении. Вот эта вот картина, картина 2023 года. Сейчас в Обскоубиении в Сейском заливе и в Карском море работают 10 ледоколов. Это 7 атомных ледоколов и 3 неатомных ледокола Росморпорта, Минтранса России. Вот эта группировка, она исторически не крупнейшая. В Советском Союзе максимальное количество ледоколов было 11, но 10 ледоколов – это близко к максимальному с точки зрения всей истории Северного морского пути. Но с учетом именно развития судоходства судами высокого ледового класса достигается необходимый баланс. То есть вот если мы возьмем 2014 год, было 4 миллиона тонн перевезено, обеспечено это было четырьмя ледоколами. Если мы возьмем с вами 2020 год, когда мы приближались уже к 30 миллионам тонн, те же самые 4 ледокола фактически на тот момент и работало. То есть это как раз смена технологии судоходства. Теперь главная задача, которая у нас стоит к 30-му году – это обеспечить и создать восточную группировку. Это вот 4 желтых ледокола и 1 зеленый ледокол. В настоящий момент для нас очень важно сейчас до конца третьего квартала 23-го года принять решение о строительстве четырех неатомных ледоколов. Основным решением – это размещение этих ледоколов на строительстве верфи «Звезда». Сейчас мы ведем, безусловно, соответствующие переговоры. Они позволят в 30-м году создать группировку из 14 ледоколов. И хотел бы, наверное, уже в новых реалиях поговорить о том, что значит «Северный морской путь». В первую очередь это, безусловно, маршрут на азиатские рынки, и в том числе это часть мировой логистики. Если посмотреть расстояние от Мурманска до Шанхай – это 7 тысяч миль. Если смотреть этот маршрут в обратную сторону через Гиббла-Артал и Суэц, то расстояние 12,5 тысяч миль. То есть расстояние очевидно. И, скажем, безопасность и технологичность, и устойчивость Северного морского пути, она каждый день становится все более очевидной, все большим количеством партнеров. Но хотел бы я подвести итог своего выступления вот таким сравнением Северного морского пути с точки зрения его плюсов, преимуществ и минусов. Новый ли это маршрут мировой логистики? Однозначно да, и это коридор будущего. По расстояниям тоже очевидно, это более предпочтительный маршрут. Минусы, конечно же, это лед и продолжительность открытой навигации. Отдельно хотел остановиться о том, что на Северном морском пути на сегодняшний день нет платы за проход, в отличие от того же Северного морского канала. У нас нет никакой очереди на проход, так же, как через Северный морский канал. И на сегодняшний день этот маршрут однозначно наиболее безопасный, потому что мы научились ходить во льдах устойчиво и эффективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова